Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хэван. Я рад нашей новой встрече. Сейчас, в зимний период, настало время тыквы. Тыкву многие выращивают, многие любят. Это очень вкусный, полезный овощ, из которого можно приготовить различные блюда. И каша, и цукаты, и запеченная, и квасить даже можно. Тыкву очень вкусно, кстати, получается квашеная тыква. И, конечно же, основой потребления тыквы является вот эта вот толстая оранжевая мякоть, которая называется мизокарпи. Здесь внутри тыква имеет такой более рыхлый слой, называется плацентой, потому что по вот этим волокнам, которые хорошо видны у вызревшей тыквы и у дыни тоже хорошо они видны, идут такие тяжи, сосудистые пучки, которые питают семена, развивающиеся внутри. Каждому семечку подходит такая как бы сосудистая такая ткань, тяж такой, вроде пуповины такой своеобразной. Вот семечки мы выгребаем, выбрасываем. Вот это, в принципе, волокнистая ткань тоже является. Ну, такой же полезной, как и вот этот мизокарпий. Ну, мизокарпий в основном идет в пищу. Ну, мы срезаем, что делаем? Конечно, чистим тыкву и срезаем кожуру. Между прочим, очень правильно поступают те, кто запекает тыкву вот такими вот долечками вместе с кожурой. И потом едят ее, ну, вилочкой разделяют здесь или прям можно как-то есть еще, если она не сильно распеклась. Почему? Потому что недаром говорят, что в кожуре все витамины. И в отношении тыквы это абсолютно справедливо. И как и у картофеля, непосредственно под кожурой у тыквы накапливается значительное количество калия, а еще накапливается значительное количество цинка. Поэтому, если вы запекаете тыкву, то помойте ее как следует и запекайте вместе с кожурой. Лучше потом в процессе еды, ножом, вилкой, просто как следует очищать вот эту мякоть с кожуры, когда уже испеклась эта тыква, и употреблять это в виде такого очень полезного и здорового и вкусного гарнира. Попробуйте заменить тыквой частично картофель, и вы увидите, насколько в течение месяцев, там полутора, когда вы будете потреблять вместо картофеля тыкву, или хотя бы очередовать, насколько здоровее станет ваша семья. Ну и, конечно же, тыква избавит вас от отеков, от избыточного накопления жидкости. Тыква насытит вас множеством различных витаминов, бета-каротином прежде всего. И один очень важный элемент для нашего здоровья и для нашей красоты содержится в тыкве, это, конечно же, цинк. Соединения цинка, они могут быть органически связанными, они могут быть, находиться там в виде солей. Конечно, наибольшее количество цинка содержит семена тыквы, семечки тыквы, а максимум органически связанного цинка содержится в масле тыквы. Поэтому, конечно, это очень ценные диетические продукты, о пользе которых, в принципе, многие знают. Но также высокие концентрации цинка наблюдаются и вот здесь, вот непосредственно под кожурой. Конечно, очень много цинка в самой кожуре, вот в этой плотной части. Но как-то потреблять ее, там варить, отвары какие-то делать, ну, в общем, не очень рационально. Хотя, на самом деле, и отвары из кожуры тоже полезны, но не для, не столько для внутреннего потребления, сколько для наружного, прополоскать волосы, у кого-то длинные волосы, роскошные, уход за волосами, покупают бальзамы, там какие-то кондиционеры и так далее. Но сделать такой умеренный отвар, то есть стакан нарезанной кожуры тыквы сварить в литре воды, остудить, процедить, там буквально 10 минут покипятить, процедить и ополоснуть после мытья головы волосы. Это будет очень и очень благоприятно, тем более, что это не утяжеляет волос, никаким образом не мешает эстетике, не влияет. Но еще интереснее, это употребление вот этой кожуры тыквы с небольшим количеством мякоти для сохранения красоты лица. Я абсолютно точно уверен, что многие хозяйки, которые чистили не просто кусочек тыквы, да, срезали, а чистили много тыквы, не раз замечали, что ладошки, после того, как вы порежете тыкву, у вас делаются такими очень гладкими, очень упругими, а иногда, когда тыквы вы чистите много, например, 5-6 тыкв почистили, там нарезаете меленько, или трете руками много тыквы, то есть контактируете долго, то даже кожа может немножко как бы слазить. Это свидетельствует о том, что в тыкве, в мякоти тыквы, содержится большое количество веществ, которые могут обеспечить своеобразный фруктовый такой химический пилинг, и это очень-очень полезно. Если вы возьмете кусочек вот такой вот кожуры и протрете лицо, ну вот, слушайте, вы на кухне, да, просто режете тыкву чисти, ну не поленитесь, возьмите кусочек и протрите свое лицо. Это будет уже очень-очень благоприятно. Почему? Потому что сшелушится роговой лишний слой, уйдут воспаления, уйдут какие-то прыщики. Это полезно и для молодой, и уже для более зрелой и увядающей кожи. Тыква насытит вашу кожу витаминами. Если тыква очень оранжевая и сочная, имейте в виду, что кожа при длительном таком нанесении вот этой мякоти тыквы, не должна быть мякоть в виде кашицы. В принципе, у того выделяющегося сока вполне достаточно. И она даже может немножечко оранжевым цветом прокраситься, поэтому старайтесь не делать эту процедуру непосредственно перед выходом на улицу. Лучше сделайте, когда вы длительное время будете дома и перед сном. Обязательно делайте такую процедуру. У кого кожа жирная, делайте ее чаще. У кого кожа сухая, обязательно тоже наносите, прислушивайтесь к своей коже, чтобы у вас не было каких-то аллергических, отрицательных реакций. Сделайте на каком-то ограниченной площади. Ну, на лбу можно там немножечко помазать, да, где у нас морщинки часто собираются мимически. И проведите такую процедуру. Но обязательно после того, как вы намазали кожу тыквой, те, у кого сухая кожа, нанесите какой-то увлажняющий крем поверхности. Потому что кожа может стягиваться, она может действительно избыточно стягиваться и избыточно шелушиваться. У кого жирная кожа, комбинированная кожа, это здорово для такой кожи, просто прекрасно. Ну, а те, у кого сухая, надо немножечко поберечься. Что ж, вот такой вот мой простой совет по использованию, многогранному, разнообразному использованию тыквы, которые абсолютно не потребуют от вас никаких усилий. Возьмите вот этот отход, просто сделайте такую вот протирку вашей кожи, 15-20 минут подержите, смойте, можете и дольше держать, пожалуйста. Можете нанести ночной крем, лечь спать. Ничего страшного, абсолютно будет только польза. Конечно, реакции кожи могут быть очень индивидуальны. Отслеживайте их, кому-то 5 минут хватит, кто-то может целый день ходить. Это, конечно, очень индивидуально, но в целом процедура крайне и крайне полезная. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!